Здарова, народ! Вы на канале Миклуха Макфлай. Приключения, самоделки, путешествия во времени. Давайте начинать! Кто из нас в детстве, а может быть и во взрослом состоянии, не мечтал купить горбатый запорожец, привезти его в порядок и ездить, удивлять всех вообще на улицах и везде? Лично я мечтал, да и до сих пор, надо вам сказать, мечтаю. Ну и достаточно часто я мониторю Авито на предмет объявлений, где люди продают горбатый запорожец. Их достаточно много и в целом сейчас по России, ну где-то 150-200 запорожецев обычно продают, ну примерно каждый день. Так вот, я задался вопросом, а какой самый дешевый и самый дорогой автомобиль марки ZAS, горбатый запорожец, сейчас можно найти на рынке. Давайте приступать! Сегодня обзор цен на горбатые запорожецы. Чтобы было совсем просто, я выбрал 5 самых дешевых и 5 самых дорогих автомобилей. Давайте же на них посмотрим. Самый дешевый автомобиль, который я сумел найти, стоит 15 тысяч рублей. Тут нужно сказать, что главное условие при поиске, чтобы автомобиль был на ходу. Собственно, вот эта машина, 100 тысяч километров пробега, 68-й год выпуска. Что же говорит нам владелец об этой машине? В Нижегородской области она находится. Документов нет, но на ходу заводится и ездит. Так вот, это, кстати, достаточно большая проблема у дешевых запорожцев, что нет документов. Видимо, их когда-то все сдали по программе утилизации. Ну, когда я сдавал автомобиль по программе утилизации, он стоил 50 тысяч рублей. Соответственно, люди заработали 50 тысяч рублей уже на этом запорожце. Саму машину оставили, видимо, себе. Как-то нашли лазейку. И теперь это чудо стоит без документов. И они пытаются заработать на нем повторно. Посмотрим вот эту. Здесь уже цена 20 тысяч рублей на 5 тысяч рублей дороже. Гозяин пишет, что автомобиль на ходу. Ну, и по фотографии видно, что вот салон приличный. Фары, видите, работают. Значит, электрика работает. Ну, и так вообще достаточно бодрое состояние автомобиля. Вот такой уже за 20 тысяч рублей я бы, наверное, себе взял. Хотя мне не нравится цвет вообще, ну, никак. Так, поэтому смотрим дальше. Еще одно объявление. И опять на 5 тысяч дороже 25 тысяч рублей стоит этот салон в неплохом состоянии. Двигатель, смотрите, двигатель есть. Ну, и в целом машинка так приятненько выглядит. Стоит 25 тысяч рублей. В принципе, можно брать. Да, кстати, на пробег таких машин можно вообще не смотреть. Мне кажется, за время существования, там, с 60-х годов, его могли не раз скрутить, перекрутить. Поэтому это вообще не показатель. Далее. Есть еще одна машина. Снова удорожание на 5 тысяч рублей. На этот раз машина стоит 30 тысяч рублей. Но мне вот конкретно этот экземпляр нравится больше всех остальных, если берем дешевый. Наверное, здесь причина в том, что цвет просто такой забавный, приятный. Она желтенькая, какая-то бодренькая вся. Салон, обратите внимание, тоже желтенький. Тут понятное дело, что у всех запорожцев, у них салон в цвет кузова, потому что салон железный. Вот. В общем, такую машину за 30 тысяч рублей я бы уже себе купил. Вот конкретно эту желтую прям можно рассматривать. Ну и крайний вариант. Из дешевых уже 40 тысяч рублей. Здесь, к сожалению, только одна фотография. Но в целом, если судить по этой фотографии, то машина, конечно, в ушатанном состоянии, потому что кузов весь какой-то перекореженный, побитый. Знаете, есть ощущение, что человек просто взял молоток и пытался вот из своего запорожца сделать, я не знаю, Bentley, вот пытаться все это как-то рихтовать. В общем, друзья, что касается автомобилей, прям самых дешевых, я вам показал 5 штук в пределах от 15 до 40 тысяч рублей. Главная проблема этих машин, ну, помимо возраста, обратительного состояния, там, всего остального, ни у одной из машин нет документов. Ну, кроме последней за 40 тысяч рублей. То есть, если планируете себе купить запорожец горбатый, то нужно понимать, что до 40, до 50 тысяч рублей это будет машина без документов. Как-то, наверное, можно их где-то найти документы, как-то подать заявление. Я лично не знаю, как это происходит. Вот. Но если как игрушка, да, там, сделать какой-нибудь, не знаю, арт-объект, то вполне можно там за 15 тысяч рублей машину купить. Если уже хочется на ней кататься, то придется выложить 40 тысяч рублей. Но это тоже, кстати говоря, цена велосипеда. Давайте переходим дальше. Переходим к категории самые дорогие горбатые запорожцы на рынке. Поехали. Дорогих. Сложно употреблять слово дорогих, применительно, собственно, к горбатому запорожцу. Так вот, в категории дорогих машин есть два основных направления. Первое направление, это когда, ну, что мне лично больше нравится, это когда машину восстанавливают в оригинале. Прям оригинальный цвет, все красиво, оригинальные запчасти. Вот такие мне машины действительно нравятся. Это первая категория. Вторая категория, это крокодилы. Это когда берут горбатый запорожец и делают из него неизвестно что. Вот этот колхозный тюнинг, собственно, в нашем топе, в нашем рейтинге самых дорогих запорожцев будут и такие, и такие. Начнем, друзья. 300 тысяч рублей. Первая модель, которую мы сегодня с вами рассмотрим. ЗАЗ 965, 68 тысяч пробега. В Воронежской области он находится. На отличном ходу, все родное и оригинал. Вот, это как раз первая категория. Это то, о чем я говорил. 300 тысяч рублей стоит машина. Выглядит потрясающе. Салон великолепный. Все, вот прям все как надо. Вот такую машину я бы взял. И, ну, 300 тысяч рублей на самом деле не очень дорого. Я вам хочу сказать, да. Ну, это цена новой машины. Но здесь, если вот состояние действительно классное, можно брать. Следующий автомобиль рассматриваем. 340 тысяч рублей. И это вот как раз тюнингованная машина. Но здесь надо признать, что человек действительно хорошо ее оттюнинговал. Это не колхозный тюнинг. Она выглядит классно, приятненько. Смотрите, как и сзади. Прям какой-то спойлер. Зачем? Зачем, господи, это антикрыло? Ну, серьезно. Вот убрать это антикрыло нужно. А так в целом классно выглядит. И вот они. Вот они, те самые двери, о которых я вначале говорил. Да, классно. Прям вот распахивающиеся. Все, все как нужно. Вот такую машину. 340 тысяч. Я бы тоже, наверное, взял. Потому что выглядит действительно здоровски. Машина выходного дня, как пишет ее бывший владелец. Ну, видно, что он ее готовил к каким-то выставкам. Побаловался, да. И бросил. Можно брать. 340 тысяч. Вот такая машина. Итак, следующая машина. Уже стоит 400 тысяч рублей. Но здесь потрясающее состояние. Это как раз первая категория, когда человек восстанавливал автомобиль в оригинале. Выглядит он великолепно. Ничего больше сказать нельзя. И, знаете, он больше, на самом деле, эта машина похожа на Fiat 500. Ну, кто не знает, горбатый Запорожец, это не оригинальная машина. Не сами ее в Советском Союзе придумали. За основу был взят Fiat 500. Его и сейчас выпускают в измененном виде. Так вот, вот здесь больше, мне кажется, прям видно итальянских кровей в этой машине. Она прям такая. Fiat. Настоящий Fiat. Салон. Кожаный руль. Но видно все равно. Вот, например, обратите внимание, на руле есть вот эта ZAS знаменитая. Так что это Запорожец за 400 тысяч рублей. Итак, следующая машина. И мы сразу скачем на миллион в цене. Миллион четыреста. Это предпоследнее место нашего топа. И это то, о чем я говорил. Это машина тюнингованная. Но тюнингованная. Вот с этим, с нашим колхозным таким акцентиком. Здесь, ну, не знаю, как вам. На мой взгляд, человек просто испортил автомобиль и выкинул миллион четыреста на ветер. Скорее всего, примерно столько он в него вложил. Можно увидеть, что двигатель не там, где нужно, он впереди. И здесь, ну, это явно не запорожеский двигатель. Сбоку выглядят тоже какие-то клаксоны, какие-то воздухозаборники, жидодиски. Господи, а зачем? Ну, реально. И вот за это человек хочет миллион четыреста. Да я не знаю. Я бы и 20 тысяч за нее не дал. Какой миллион четыреста? Вот это, ну, реально, вот пример колхозного тюнинга. Вот, нет, это не мой вариант, простите. Да, если сейчас видит меня владелец, вы меня простите, конечно. Наверное, классно. Наверное, главное, что вот вам нравится, но явно она не стоит миллион четыреста, и явно это уже не запорожец. Это какой-то крокодил. Да, тем более вот зеленого цвета. И вершина нашего топа. Полтора миллиона рублей за горбатый запорожец. Опять же, зеленого цвета, но здесь совершенно другая ситуация. Состояние тоже потрясающее. Что пишет человек? Продается легендарный горбатый запорожец. Машина легенда. Таких осталось мало. В таком состоянии совсем единицы. Хотя мы сегодня видим, что их не единицы. Много кто восстанавливает запорожецы. Автомобиль разбирался полностью, реставрировался при помощи оригинальных запчастей. Жрачины в мяте нет. По документам тоже вопросов нет. То есть, ну, человек полностью восстановил машину. Салон, новый салон сшит. Видите, даже в пленочке руль потрясающий. Вообще очень красивая машина. Мне кажется, ну, совсем хорошо. С другой стороны, да, вот только что смотрели машину за 400 тысяч рублей и за 300 тысяч рублей. И мне кажется, было примерно такое же состояние. Как вот понять, сколько заплатить? 300 тысяч или миллион пятьсот? Вот тоже совершенно неясная история. Я бы не знаю. Я бы если выбирал, взял бы вот за 400, за 340, за 300, но не за полтора миллиона. И опять же, если уж прям придираться вот конкретно этой самой дорогой машине, то я не понимаю, зачем нужно было так коряво на бок клеить или что это нарисовано аэрографию вот этот вот герб СССР. Это сильно испортило машину. И я считаю, что ей не цена. Ну, во всяком случае, это не первое место нашего. По цене, конечно, первое. Но по ощущениям, взял бы, не взял бы машину, конечно, не первое, потому что она испорченная. Итак, друзья, подводя итог нашему сегодняшнему обзорчику, можно сказать, что горбатый запорожен сейчас на рынке купить можно. Это не такая уж и большая редкость. Цены начинаются от 15 тысяч рублей и заканчиваются, ну, на данный момент, полутора миллионами рублей. Стоит ли покупать дешевую машину? Ну, как игрушка, как поковыряться, конечно, стоит. Нужно просто смотреть по состоянию и, наверное, лучше брать машину с документами, потому что в категории самых дешевых документов нет. Что касается прям совсем дорогих запорожиц, а смысл какой? Какой смысл покупать дорогой запорожец, друзья, если мы хотим запорожец для того, чтобы что-то из него классное сделать, да, вот. Если мы покупаем дорогую машину, то мы лишаем себя этой возможности, мы сразу уже покупаем готовый продукт. То есть, ну, вот, смотрите, мы покупаем муку в магазине, чтобы испечь блинчики, да, вот. Нам важен сам процесс, так же, как и здесь, в Запорожце. А когда мы покупаем готовые блинчики, ну, это просто поесть. Смысл какой? Я думаю, что машина за, там, сильно отреставрированный запорожец, он будет сильно уступать современным машинам по любым показателям. Поэтому мое личное мнение, оно может с вашим не совпадать, что лучше брать машину дешевую, ну, так, 50 тысяч рублей с документами, более-менее нормальный состояние, найти можно хорошую, можно найти, чтобы прям в гараже стояла, и дед ни разу не пользовался ей. 50 тысяч рублей, вкладывать в нее еще там миллион, два, три, пять, и получается уже конфетка. Но продавать такую машину, наверное, нет никакого смысла. Друзья, на этом я с вами прощаюсь. Вот. Желаю всем вам, чтобы вы нашли свой запорожец, отреставрировали его, и был прям, прям совсем классно. Это был Миклух Маклай. Всего вам самого хорошего. Пока-пока.